Субтитры создавал DimaTorzok Этих сказочно красивых мест, сокрытых от посторонних глаз и укрытых покрывалом безмолвной тишины, спокойствия, гармонии и умиротворения. Сегодня, взяв с собой в дорогу хорошее настроение, уверенность в достижении намеченной много лет назад цели и, безусловно, термос с горячим чаем, мы отправимся в одно из таких мест, где даже собственное дыхание кажется каким-то чужим и незнакомым. Субтитры создавал DimaTorzok Пытался изучить и окрестности Пяти озер, но всякий раз возвращался ни с чем. То машина застрянет на подступах к Коктау, то камера из рук выпадет на скользкую гранитную плиту. А не так давно и вовсе какая-то мистика приключилась. Неподалеку от крепости монастыря Аблайкит безо всяких на то причин заглохла машина, заставив задуматься о том, что случайностью все эти события уже нельзя называть. Возможно, таким образом места эти оберегают свою девственную красоту. От вмешательства человека, который зачастую не несет с собой добра. Ведь все, что оставляет после своего пребывания человек, можно назвать не иначе, как мусор, свалка, чем-то напоминающая надпись на заборе «Здесь был Вася». К моему сожалению, не избежали такой участи и эти, на первый взгляд, нетронутые человеком места. Гильзы от патронов, пластиковые бутылки, костровища и прочие предметы народного творчества создают резкий контраст на фоне окружающих просторов. При этом есть вполне показательные примеры присутствия и проживания человека в природе, не наносящие ущерба окружающему миру. После плотного горячего обеда сил прибавилось. Солнце понемногу согревало, но лишь те открытые места, куда пробивались его лучи. В тени, среди плотной стены ветвей и кустарника, веяло прохладой, которая, перемешиваясь с теплым воздухом, создавала приятные и незнакомые ощущения. Уверенность в достижении намеченной на сегодняшний день цели осталась где-то позади. При виде заросшего склона горы пропадала всякая надежда хоть на несколько сот метров подступиться к гранитным великанам, преграждающим путь к чаше с прозрачным водоемом. В попытках пробиться сквозь живую изгородь мысленно прошу здешних хранителей оставить хоть какую-то надежду, подсказать хоть какой-то путь, чтобы, вернувшись сюда однажды вновь, попытаться прикоснуться к гранитной шапке одного из сторожей великанов. Поначалу путь наверх выглядел не таким сложным. Можно было найти проход между тонких стволов молодых осин. Видны были звериные тропы, которые, петляя, вели все выше и выше. Но с каждым метром набора высоты продвигаться становилось все сложнее. Звериные тропы пропали так же внезапно, как и появились. Оставив вместо себя непроходимую преграду из переплетенных кустарников. Деваться некуда, либо возвращаться обратно, либо пытаться пробить себе путь наверх. Хотя неизвестно, что меня там ожидает. Это лишь на первый взгляд кажется, что вершина, на которую ты взбираешься, приведет тебя к намеченной цели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта вершина оказалась лишь очередным препятствием на пути. Но самое смешное – это то, что ее можно было обойти вокруг, преодолев метров десять зарослей кустарника, за которым не разглядел я лошадиной тропы. Неисповедимы пути Господни, и смысл этого испытания станет понятен мне позже. Пока же продолжаю свой неспешный путь в неизвестность, хотя уже сейчас понятно, что гранитный стражник не допустит меня до своей вершины. Не на шутку напугала хвостатая озорница, нарушив тишину и спокойствие. Проворно прыгает пушистый грызун с ветки на ветку, не давая поймать себя в объектив камеры. С ее проворностью вмиг можно очутиться на любой вершине. Красиво вокруг. Не перестаю удивляться воображению матушки природы, создающей подобные нерукотворные скульптуры. Веками, будто кропотливый скульптор вытесывала она подобные изваяния, в которых каждый усмотрит что-то особенное. То букашку какую-нибудь, а то и вовсе причудливое изображение невиданного человечка. Отпечатавшегося в каменном гранитном валуне, истерегущего подступы к горе. Проведение это или случайность, но преодолев с большим трудом давшийся подъем, стало понятно, что все эти попытки лишь немногим приблизили меня к намеченной цели, отняв много времени и сил. Но что самое удивительное, только отсюда, с этой локации взору открылся путь к заветной вершине. В лучах заходящего за горы солнца можно было различить извилистую дорожку наверх, петляющую межзаросли караганника. Пусть не сегодня, пускай не с первого раза, но желание прикоснуться к гранитной шапке одного из стражей великанов только усилилось. Хотя, кто знает, что скрывается за этой вершиной. Быть может, очередная гранитная стена. Покорить горы человек не в состоянии. Мы можем только попросить их дать возможность взобраться на самый верх, чтобы прочувствовать масштаб и силу этого мира, в котором человек всего-навсего маленькая песчинка. Пора возвращаться в лагерь, а там уже и в обратный путь настанет час собираться. С улыбкой оглядываюсь на макушку горы, которую я так упорно штурмовал несколько часов и которую можно было без лишних усилий обойти вокруг. Несмотря на безуспешную попытку восхождения, усталость и разыгравшийся аппетит переполняют мысли и чувства. В голове уже выстроился новый план восхождения. В навигаторе отмечены опорные точки. Сомнений в том, что я вернусь сюда вновь с той же целью, которую не смог реализовать сегодня, не остается. Хоть сейчас рванул бы наверх, но горы нужно слушать. Не всегда они позволяют нам оседлать их макушку, а иногда дают понять, что не сегодня, еще рано. Долгое время слово «сибины» ассоциировалось у меня с пятью озерами, расположенными в окружении горного массива Коктау и похожими на отпечаток след дикого зверя. Лишь с недавних пор неугомонный дух путешественника открыл для меня потаенные уголки этих сказочно красивых мест, закрытых от посторонних глаз и укрытых покрывалом безмолвной тишины, спокойствия, гармонии и умиротворения. Сегодня я стал чуточку ближе к давней цели, мечте, хотя не все желаемое воплотилось в реальность. Пройдет совсем немного времени, и я вернусь сюда вновь с добрыми намерениями сохранить во времени всю эту красоту и поделиться ей с каждым, кто живет в гармонии с природой и дышит свежим воздухом путешествий и приключений. Наш мир – уникальная книга, соавтором которой может стать любой желающий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok